Канал Аль-И'тисам представляет Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Аллаха, его пророку и посланнику Мухаммаду, его семье, его сподвижникам, его женам и всем тем, кто последовал за ними во благе до самого судного дня. Мы продолжаем цикл лекций «Основы шиитов», в которых мы рассказываем об убеждениях этого течения и о том, что они говорят и пишут в своих книгах относительно основополагающих принципов нашей религии. На прошлой передаче мы рассказывали о праздниках шиитов и о том, какое место в их религии занимает посещение могил, и какое достоинство и какая награда полагается за посещение, например, могилы Али и могилы Хусейна. В этой передаче мы хотим поговорить о том, что является чуть ли не фундаментальным правилом в религии шиитов, а именно тукья. Что это такое и что это за деяние, в этом нам поможет разобраться наш шейх Абдуллах Астейский. Шейх, что такое тукья? Как это перевести и как это понять? Бисмиллах, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля Расулиллах. Тукья, как сами шииты объясняют, они говорят, тукья, показать внешности, что ты не противоречишь своим оппонентам, боясь от него из-за страха. Хумейни говорит, ученый недавно, который переворот, который иранзий, он говорит, тукья, сказать человеку слова, которые не соответствуют действительности, или же делать деяния, которые противоречивают их шариату. Их шариату почему? Чтобы сохранить свое имущество, или религия, или честь. Или кровь свою сохранить. Не решить кровь, честь, и имущество сохранить. И так же они говорят, шейх Муфит говорит их, это скрывать истину, и скрывать убеждение. Почему? Враждебность тоже не показывает оппоненту, чтобы от него вреда не получать, ни в религии, ни в мирском. Вот это тукья. Тукья, как понять, открытый враньё. То есть маскировать свои убеждения. Да, убеждения, это прямо сказать, это враньё. Что бы я ни сказал, ты со мной соглашаешься. Да, я тоже так считаю, как и ты. Да, ты за мной молишься, и совпадаешь, и то, что я говорю, ты право не говоришь, киваешь, все это делаешь. Например, когда вы говорите, Абубакр, да, будет доволен им Аллах, я тоже киваю, да, да, да. Почему это делают? Как они говорят, боясь за свою религию. Да, имущество, жизнь. И не просто такая тукья, не такой вещь, это тукья, который при нужде, который убегают люди. Например, тукья бывает, например, когда человеку нуждают или что-то делают. Нет. У них это религия. Тукья, как они говорят, 90% религии их не является тукья. И даже, например, для него достоинство они дают. Наговаривают на Али, что он сказал, от тукья мин афзали амали му'мин. Один из лучших дьяний верующих это является тукья. Они говорят, что Али и Аббит Али так сказал, Тафсир аль-Хасан аль-Аскари 293-я страница так говорит. Хусейн Али сказал, они говорят, все это наговоры на них, мы всегда имамы это не говорили. Если тукья не было бы, говорят, мы своего друга и врага не знали бы. И так же Абуб Абдуллах говорит, он тоже это не говорил, но наговаривают на него те слова Хусейн аль-Али тоже Тафсир аль-Хасан аль-Аскари там же говорится 293-я страница. Ма убид Аллах бишейн ахабб илейх мин аль-хиб и ультва ма-л-хиб калат тукья. Для Аллаха говорит, не поклялся, говорит, ничем более милее для Аллаха, кроме как хиб что такое хиб когда его спросили да ему спросили он говорит а тукья один самый любимый для Аллаха это тукья получается самый любимый для Аллаха это подхалимчество это самое любимое для Аллаха получается лицемерие не истину говорить а обманывать обманывать людей совпадать с ним еще они говорят что он сказал а то есть они еще и угрозы какие-то приходят для того кто тукья не делает да абу Джаффер сказал тукья от тукья от тукья от тукья от тукья от тукья это моя религия и моя религия моих отцов Хасан Хусейн Алибн Абиталиб Хумейни говорит что пророк с Айсом сказал Аллах возвысил говорит Хумейни аду Аллах враг Аллаха который революцию в Иране сделал он говорит что Аллах возвысил пророков за что за то что они подхарим как получается за то что они красиво тукья делали Аллах субхан пророк возвысил смотрим когда это Алибн Абиталиб эти слова говорит когда это Абу Джаффер говорит Алибн Абиталиб мы знаем он шейдом стал ради Аллаху в 40-м году его сын в 61-м году шейдом стал Абу Джаффер в 114-м году умер Абу Абдуллах умер в 148-м году самое возвышенное время ислама это было а что они тогда боялись чтобы такие слова говорить по идее да а боялись от мусульман получается значит они не мусульмане были они не боялись никогда они показывают Алюльбей такими трусами всегда что-то говорят боялись они такими не были Али был всегда храбрым и его сыновья тоже были такими же это не просто так если если как мужчина тукья не делает у них этот грех да вот вы несколько ревоятов прочитали по поводу того что типа тукья не делает у него имана нет то есть получается за это какие-то наказания не только это наказание кто тукья оставил как будто намаз оставил что садик сказал говорит если я сказал бы кто тукья оставил как оставил намаз это я правильно говорю эти слова передает тоже кусульмане вот этот их бухари даже стесняюсь даже его бухарем назвать просто чтобы узнали ахли сунна как мы бухари уважаем мы сравниваем да от них шиит относятся к этой книге как к бухари в этом книге написано что кто тукья оставил что это вранье кто оставит как будто оставил что намаз кто намаз оставил это кафир то есть они верят что в этой книге все достоверно да эта книга они показали своему махде который ждет они 1300 лет еще ждут ему понесли показали все то что место достоверное и там приводятся эти слова там приводятся эти слова втором томе 574 страница и 573 страница оставление тукья это мубикад из больших грехов губительные грехи мубикад как отрицание пророчества отрицание такие же губительные грехи оставление тукья тоже еще добавили сказали из 10 9 частей религии являются тукья и религии нету у кого тукья нет тукья это тоже передает усуль в этой книге второй 572 странице еще добавили они говорят оставление тукья или тукья грех который не прощающий грех то есть на уровень ширка его поставили Али ибн Хусейн сказал Газайну Абдин Алейхим Ассалям Аллах говорит прощает для му'мин все грехи его очищает дунья в ахире кроме два греха первый тарк тукья ватадзиа хукук лихван один из них из двух грехов это оставление тукья это грех не прощает оставление вранья оставление вранья не прощает получается еще сказал Кулейни штаб Абдуллах сказал я Сулейман ты являешься в религии кто его скрывает Аллах его возвращает Субханна Аллах религией сказал Аллах возвращает говорит кто его распространит Аллах его унижает то есть нельзя религию рассказывать что ли прямо нельзя рассказывать вот так получается мы еще удивительно увидим дальше что они говорят это до конца уже еще добавляется сейчас пришли на одном месте не останавливается кто сказал кто только я оставил тот кафир а ну вот наконец да это 238 страница 338 страница кто только я оставил тот кафир другому говорят это от религии Аллаха и религии имамита вышел человек кто только я оставил книга страница 188 страница то есть ты даже если захочешь честно не получится у тебя прожить потом как может ахлистун верить этим людям когда их книги вот такие вещи говорят когда говорят мы тебя любим мы наши братья мы одинаковые мы не прокляем ни Абубакр ни Умара ни Утмана когда говорят их верят как можно когда их книга вот так говорит ну шейх вы на прошлых уроках рассказывали относительно имамов и других других вещей что тот кто не верит в эти убеждения шииты такого человека считают кафером получается все суниты по убеждениям шиитов каферы почему тогда они молятся за сунитами в Мекке и так далее они же на ханж приезжают и так далее потому что они обязали своему этому народу что с Амм нас они считают простолюдными кроме шиитов остальные суниты они считают нас Ауам простолюдными нас считают безграмотными люди они говорят обязаны с нами общаться с нами обязательно таки должны использовать вачеб у них они говорят кто таки оставит пока наш махт выйдет тот не из нас не шиит не шиит да их даже книга заглавию поставили одну книги и говорит баб обязан нас делать отношения с простолюдным имеется пока махт не уйдет пока они с мусульманами живут наши мусульманские земли которые были хлифы бани умайя остальные дару куфр они считают из-за этого говорит дару ислам дару таки значит дару таки они называют где они должны использовать что таки они называют дару ислам бидавлат бад что говорит ман кани умин билля ульям ахир фалай такаламу фи дару лат бад или бит таки кто верит Аллаха из судного дня пусть не будет говорить государство бад лжи государство лжи кроме как бит таки все которые были государство лжи пока их не выйдет из этого они молятся за нами они потом переделывают получается намазу не переделывают они переделывают они не такие богобоязненные их религии мы поймем чему склоняются у них религии нету такие сильные поклонения нету они молятся даже за нами молиться больше чем за имамами кто первым ряду с простилюдными имеются ахли суньи молиться будет это будет как будто он помолился за пророком потому что он прибегает к тукье это тоже кафе 3 том 250 страница бихару лануар 72 том 421 страница то есть чтобы награду сподвижников получить не обязательно быть сподвижником еще еще они говорят думали ушло нет он говорит нет сомнений молиться с ними пророк мы все знаем это большая вознаграждение если такое также молитва за просто людьми за ахли суньи прибегая когда мы боимся в таком положении еще говорит что ихнии имамы сказали кто будет за мунафигом зная молиться боясь одних тукье как будто молился этот человек за имамами ихнии имамы 12 имам как будто за ним молился ажр получают из этого они молятся за харам за имамами тоже чтобы такой ажр получат почему этот тукья за что эти методы потому что если тукья невозможно сохранить потому что Аллах в Коране говорит если тукья тукья почему Аллах отдал боясь от этого почему пророк салли свою дочку отдал Усмана на Афан тукья почему Аллах тукья такой возвышенный вест 90% религии тукья кто тукья нет религии нет это возвышает потом все эти деяния их имамов которые мы знаем то что они делали за братство они это считают тукьетан делал Алибн Абиталиб Алибн Абиталиб отдал свою дочь тукьетан Алибн Абиталиб женился на жену Абабакру тукьетан внук внук женился на дочку Али это внучка Али и далее внучка Абабакра женился замуж за внук это все было тукья то есть на самом деле они не хотели просто тукья боялись я не знаю от кого они боялись от мусульман боялись потому что они считали это мусульманами если они считают Абабакра умар кафирами и не были мусульманы и они считают Аиша ради Аллаху анха после пророка Мурта там стало и пророк его разрешил мы как прошлый урок объяснили если даже они говорят орган пророка должен зайти за то что он приспал с мушрикатами о другом что сказать еще более удивительно мы следим в последующих лекциях даже отдельно одну лекцию я сделаю Аджаеб Удивительные и странные вещи чьи книг иншаллах это целую лекцию сделаем это иншаллах может быть еще последняя лекция это будет чтобы люди поняли это не религия Аллаха это религия которая издала их начало фундамент поставила и продолжили до сегодняшнего дня их шуюхи это просто люди обманутые идут за ними думая это религия двенадцать имамов это не религия не пророка это не религия не тот религий который принесли внуки семейство пророка были имамами Алибн Абиталим Хусейн Хасан Хусейн Хасан они были люди рая мы их любим но они эти слова не говорили они нет отношения этих слов к этим людям просто эти люди приписывают к ним эти слова кто не любит семейство пророка не является мусульманином кто не любит Алибн Абиталим тот мунафиг кто не и так же кто не любит ансар является тоже мунафиг кто не любит и так же кто не любит мухаджиров кто не любит ансар это не является мусульманином и так же кто не любит семейство пророка салави салам они говорят мы любим семейство пророка и семейство пророка тоже только несколько человек они любят из них тоже только Али Хусейн Фатима и все А где Уму Кусум? Где Рукая? Где остальные жены Пророка? Они тоже из семейства Пророка. Они даже не считают Рукая и Уму Кусум дочерями Пророка. Они говорят, это были дочери Хадиджа, других браков не от Пророка. И они проклят всех сподвижников, кроме Петерих или Максим, которые говорят, 15. Это не Ислам. Что они хотят? Они думают, защищают семейство Пророка, а они уничтожают Ислам. Кто нам Ислам принес? Это же сподвижники, это же семейство Пророка. Они ненавидят не Аббаз, это дядя Пророка. Ненавидят Ибн Аббаз, тоже дурный брат Пророка. Такой же, как Али. Как Али, разница нету. Они ненавидят сподвижника Пророка, самый близкий Пророка для Пророка. Пророк, получается, банкротующий всех, даже не мог воспитать не сподвижников. Его не мог воспитать ни жен своих. Джон и его прелюдейки, сподвижники оказываются мунафиг и литимеры. Во всех своих делах неудачу потерпел. Неудачный человек, получается, Пророк, хотя Аллах Урана его написал, «Ва иннака ла али худа хана али по инстанине, ты являешься прекрасным, великим нравом». Он воспитал сподвижников Пророка, эти же сподвижники, в течение 20 лет донес Ислам, почти, можно сказать, до нынешнего времени, где она находится, почти. В 22-м году уже Ислам был до Кавказа. Эти сподвижники донесли Абу-Бакар Умар. Почему они ненавидят Умара? Потому что их, этих мажусов, их государство он разрушил. Из этого они ненавидят, из этого выдумывают про Али, про Абу-Бакара, про Русмана. Али ибн Абиталиб, он всех их любил, и мы привели их книг, риваяты, это хадисы, которые Али говорил, кто не любит Али этого, Абу-Бакара Умара, я буду наказывать, кто их прокляет, он убивал. Такое отношение, и мы рассказали семейству, какие отношения были у них, как они друг друга замуж выдавали, замуж брали. Приходят вот эти лицемеры, эти мунафлики, эти зиндики, как сказал Ибн Абиталиб, религия шейтов, создал зиндики. И это, наверное, на посту до сегодняшнего дня, и эти люди приходят, прокляют наших любимчиков, сподвижников Пророка, саллиллаху алейхи ва салам, и жены Пророка, саллиллаху алейхи ва салам, хотя мы привели аяты и хадисы, как Аллаху Абиталию их возвысил, и они останутся досудными такими, и они будут здесь с Пророком, саллиллаху алейхи ва салам, вальхамду лиллахи руббил аламин. Закаллаху хайран шейх. Я думаю, для любого человека, обладающего разумом, будет достаточна эта лекция для того, чтобы для себя сделать выводы и выработать своё отношение к словам. Когда, например, вы встречаетесь с кем-то из этих людей, и они вам говорят, «Нет, мы на самом деле не такие, мы любим Абубакра, Умара, мы не проклинаем Аишу» и тому подобные слова, как нам нужно относиться к этим словам? Потому что, как шейх привёл слова учёных шиитов из их самых достоверных книг по поводу того, что маскировать свои убеждения, не рассказывать о них никому, это является из религии, и тот, кто это оставил, он и фасих, и грешник, и кафир. Поэтому никогда вы от этих людей правды не добьётесь, кроме как если они оставят шиизм и перейдут в сунизм, иншаллах. Если Аллах даст силы и возможности, в следующей передаче мы будем путешествовать именно по книге «Кафи» и приводить оттуда удивительнейшие моменты, которые этот человек написал в этой книге. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.